Для меня прайд теперь уже навсегда будет местом и временем счастья. Когда я участвую в прайде, который кто-то организовывает, приличные прайды, куда можно прийти как раз в перьях, в пачке и так далее, то это очень прекрасно, весело, шумно и интересно. Потому что после того, как я побывала на настоящих прайдах, я поняла, как люди могут вместе проводить классное время. Потому что прайд показывает, для чего жизнь нужна, для того, чтобы радоваться себе, своему телу, коммуникации между людьми. И это те идеальные отношения, которые я видела именно на прайде, когда разные люди не только принимают друг друга, но еще и счастливы от того, что они видят эту разность. И это просто класс, я это никогда не забуду. Для меня прайд изначально это место, где безопасно, и где ты можешь раскрыть свою уязвимость и побыть собой в окружении людей, которые полностью тебя принимают. Первый раз я попал на прайд в Гамбурге, и это меня как раз таки поразило, что люди настолько показывают свою самость в присутствии других людей, не боясь этого, не боясь, что там проявят агрессию. Поэтому прайд для меня всегда остался такой вот вещью, которая позволяет тебе оставаться собой. Для меня прайд – это радость от разных людей. Лично для меня прайд – это масштабное классное мероприятие, классное событие, очень яркое, в котором участвуют яркие, веселые люди. И за вот этой внешней яркостью, легкостью, позитивом скрывается очень длинный и сложный путь сообщества, которое боролось за свои права. Прайд – это праздник, наш праздник. Я была уже на одном прайде в Стамбуле. И, ну, правда, он такой же был, как и наши бывают здесь, которые несанкционированные. Мэр Стамбула в 17-м году, это было в июне, я помню, я только прилетела, меня встретил мой любимый человек. Я такая счастливая была, а тут еще и прайд. И там было человек 400, наверное, мы бегали. Мы собрались сначала на соседней улице, наистекляли, кто-то из вас был, наверное, и знаете, Валя знает. Вот, и на соседней улице собрались, а потом, ну, и тут же, и полиция там уже все собрались, и начали уже там разгонять. А мы пошли потом в центр этой, на эту площадь, я не помню, как она называется. Ну, и стали кричать свои кричалки эти. Какие? «Нердесы нашкам бурда и машкам». Ну, это типа, если дословно переводить, это будет «Где ты, моя любовь?». Ну, один из таких активных стоит там где-нибудь на какой-нибудь возвышенности и кричит «Где ты, моя любовь?», а толпа ему отвечает «Я здесь, моя любовь». «Прайд» для меня на самом деле – это работа. Когда-то это было веселое занятие, а сейчас – это время, когда, с одной стороны, я устаю. С другой стороны, «Прайд» для меня – это время, когда я чувствую поддержку других и вижу, я вижу не только команду, но я вижу вообще людей, кто рядом, и начинаю верить в людей. «Прайд» для меня – это источник веселых историй. И опасных историй, но и веселых, смешных. Каких-то нелепых, которых в других ситуациях не может быть. Это повод встретиться с друзьями. Наверное, так. Я поучаствовала в первом «Прайде», и это был вообще единственный «Прайд» в моей жизни – «Баринс Прайд». И это было так круто, это прямо было так удивительно. Я вообще даже поверить не могла, что ко мне могут относиться окружающие люди, а просто обычные люди на улице, школьники, взрослые, дети. Так позитивно. И это было очень здорово. Это был вообще единственный «Прайд» в моей жизни. Но я надеюсь, что скоро границы откроют или, наконец-то, в России разрешат. И я снова поучаствую в «Прайде». То чувство, которое, в принципе, «Прайд» дал мне, его очень было сложно забрать потом, потому что это дает тебе по-английски слово «empowerment». Это как бы когда тебе дают силу, чтобы что-то преодолеть. И вот сохранив это чувство, я как-то со временем научился воспроизводить его благодаря воспоминаниям, благодаря присутствию других активистов в моей жизни. И именно поэтому, возможно, я и являюсь частью таких мероприятий, как «Дигнити Фест», участвую в «Баринс прайдах» и вообще в других мероприятиях, которые так или иначе способствуют воспроизведению вот этого чувства, когда уязвимым группам дают слово, дают голос, и они как бы перестают быть такими беспомощными. Я мечтаю побывать на каком-нибудь официальном прайде, где будут официальные лица, такие как, например, вы, может, тоже ее не видели, не знаю. Есть министр, я не помню, министр чего. Она, это министр в Бельгии, трансгендерная женщина взрослая. Вот, и есть на что равняться, к чему стремиться. Я считаю себя начинающей феминисткой, продолжающей ЛГБТ-активисткой и очень опытным журналистом, журналисткой и блогеркой, поэтому моя миссия – это поддержать ЛГБТ-сообщество и всеми законными, насколько возможно в России сейчас, способами делать мероприятия и показывать, делать видимыми все те форматы, которые возможны, опять же, в законном, их легальном поле. И я хочу показать тем людям, которые к нам приходят, поскольку я являюсь руководителем еще и арт-сообщества, арт-клуба, и люди, которые приходят, я им показываю, что нет ничего странного, нет ничего необычного, нет ничего такого экстраординарного, когда ЛГБТ-сообщество приходит и делает какие-то свои практики или свои фестивали, или свои тусовки. И поэтому я показываю, что все городские сообщества имеют право на жизнь, имеют право на свои какие-то идеи, на свою философию, и поэтому я это буду отстаивать, пока будет это возможно в моей стране, в моем окружении. Я помогаю, я участвую во всех наших фестивалях, в маленьких, в мини-прайдах, потому что это моя жизнь, мне кажется, я должна, я обязана, потому что во мне есть какая-то оппозиционная часть, составляющая, и эта часть очень большая, сто процентов. Вот, и мне нравится это, я хочу изменить Россию. Я лесбиянка, и я хочу жить в этой стране, и я хочу прожить жизнь свободной, я хочу быть уверенной в своей безопасности, и поэтому я участвую в организации прайдов. И еще одна причина, все мои друзья, все мои коллеги занимаются этим важным делом, и мне очень хочется им помочь, и мне очень хочется к ним присоединиться. То есть это, с одной стороны, такой процесс, который тебя выматывает физически, но, с другой стороны, это процесс, который тебя морально очень поднимает, потому что вокруг люди, которые с тобой это делают, многие люди это делают бесплатно, волонтеры, которыми я вообще восхищаюсь, если бы не волонтеры, я вообще не представляю, как бы мы делали наши мероприятия. И для меня это вот такая смесь физической усталости и морального, эмоционального подъема, и когда это все получается, и когда подходят люди и говорят круто-круто, как классно, то вот эта вся физическая усталость, она куда-то девается. И стало понятно, зачем нужен прайд, потому что раньше для меня это был просто праздник праздника, мне казалось, что праздновать нечего, и до сих пор кажется, что праздновать нечего. А когда я увидела, что праздник это может быть борьба, это возможность показать, что мы есть, что мы существуем, поднять какие-то важные вопросы тогда. Ну и это сложно организовать, это надо отметить тоже для меня определенный вызов. Если что-то мне говорят невозможно сделать, хочешь заставить Валю помыть полы, запрети ей это делать. Это работает. Ну и, конечно, я ввязалась в это во все. Создаем такое пространство и место, где люди могут быть самими собой, где люди могут показывать свое творчество, показывать себя, чувствовать себя безопасно, радоваться, гордиться своей идентичностью, ориентацией, и не шугаться, и не скрываться, и быть свободными хотя бы вот в тот период времени, и в том пространстве, которое мы создаем. Очень сложно психологически делать то, что ты всем своим внутренним содержанием понимаешь, что делаешь правильно, и не нарушаешь закон, потому что ты не делаешь ничего противозаконного. Напоминаю, по Конституции Российской Федерации у нас запрещена любая дискриминация, в том числе и людей по любой гендерной идентичности, по сексуальной ориентации, но тем не менее, когда ты организуешь подобное мероприятие с ЛГБТ-содержанием, ты знаешь, что к тебе пристальное внимание, и что тебя всегда найдут за что задержать, наказать, выписать штраф, поэтому есть такой внутренний диссонанс между тем, что ты делал все правильно, но для государства ты все равно неправильный человек, поэтому это смесь обиды, смесь какого-то страха и паники, что что бы ты ни сделал, все равно кто-то придет. Самое сложное, с чем я сталкиваюсь, когда участвую в организации, это, наверное, когда приходят вот эти придурки, типа, я не помню их название, консервативное движение, кажется, были. Эти люди последний раз на неделе против гомофобии, вот, они там чего-то нам угрожали, что они напишут какой-то депутатский запрос, сделают, чтобы там нас как-то наказали. Конечно, самым сложным является то, что мы все живем в России, и условия здесь, конечно, очень отличаются от тех, к которым я привык, например, с самого начала. Как я говорил, первый прайд был в Гамбурге, потом я участвовал в мероприятиях тоже за границей, в Норвегии, в Швеции, в Финляндии, и, конечно, там было ощущение спокойствия, и при организации мероприятия тут, вне зависимости, если это тема ЛГБТ, или на тему прав человека, здесь возникают риски, к которым я изначально был не готов, и только со временем научился с ними обращаться, и то благодаря поддержке замечательных людей, которые уже не первый год организовывают такие мероприятия. Сложное для меня... Ну, понятно, что у нас очень много рисков в России, но мы к ним как-то уже привыкли, потому что эти риски, они связаны не только с организацией именно этих мероприятий, просто, имея Московский комьюнити-центр и делая в нем мероприятия, мы тоже, эти все риски, они у нас есть ежедневно, и вообще, в принципе, многие люди, просто живя в России, уже имеют миллион каких-то рисков. Для меня самое, то, что меня травмирует, это когда те люди, которые приходят на это мероприятие, на наш фестиваль, на наш прайд, когда они сталкиваются с небольшим сопротивлением извне, вот когда они трусливо уходят. Самое сложное, это видеть, как много трагических историй разворачивается и как вынуждены молчать люди. Хотя мы здесь, мы видим, мы протягиваем руку, и чем больше ты что-то делаешь, тем больше ты понимаешь, как много людей не может открыться, как много людей страдает от насилия, как много людей никогда не откроется и никогда не создаст семью. Понимать, как много людей попадет под журнала этой машины и понимать, как много людей ненавидят друг друга на улицах, в магазинах. Это особенно видно, когда мы проводим прайды. Постоянно приходится думать про безопасность и думать о том, не ворвется ли кто-то гомофобно настроенные группы или полиция, и это отнимает очень много сил. Очень хочется заниматься только организационными вопросами, покупать перья, организовывать журналистов, приглашать людей. Хочется делать это открыто, хочется рассылать письма. Я очень хочу пригласить на прайд своих близких, но так как они не очень принимают мою ориентацию, пока это невозможно, к сожалению. Но я надеюсь, в будущем, благодаря нашей работе, это будет возможно. Который мне интересно, я надеюсь, мы что-то все равно сделаем. И хотя бы такие мини-прайды будем проводить. И, может быть, с каждым годом или с каждым днем, и с каждым днем будет плюс один френдли человек среди гетеросексуального, цизгендерного сообщества. Я надеюсь, я просто печательница, и я надеюсь, что что-то подобное тому, что я видела в Киркенесе, тому, что я видела в Стокгольме, когда люди счастливы, и когда они выкрикивают вот эти крики радости, я надеюсь, что я когда-нибудь их услышу и в своем родном городе Петрозаводске, и что любой город будет радоваться такому разнообразию мира, выкрикивая. Потому что, когда человек счастлив, он кричит. Кричащих от счастья людей я видела только на прайде. Потому что остальные крики в России, как правило, они с несчастливым оттенком. Поэтому, да. Через пять я боюсь, что все еще Путин будет тут. И эта политика будет только положение ЛГБТ и вообще, в принципе, всех инакомыслящих будет только ухудшаться. И я надеюсь, что когда-нибудь, это, ну, может быть, через пять лет, может быть, через три, вот это давление дойдет до вот этой критической точки, когда народ просто как пружина выстрелит и просто выбьет эту пробку. Тогда будут и прайды, и все, что там мы можем себе представить даже в самых оптимистических наших мечтаниях и фантазиях. Но я боюсь, что этого не случится. Очень хочу, но думаю, нет. Значит, во мне борются две Наташи. Пессимистичная и оптимистичная. Пессимистичная Наташа уверена, что через пять лет вернут статью за мужеложство и вообще никаких прайдов не будет. Все группы ВКонтакте закроют, ну, в принципе, их уже закрывают. И это, плешки у Ленина отрежут, чтобы там геи не собирались. Но есть и другая моя часть, оптимистичная. Вот оптимистичная моя половина верит, что через пять лет в каком-то формате прайды в России будут возможны. И будут возможны они не только в закрытых помещениях, не только на каких-то частных территориях, но и в общественных местах. И я надеюсь, что они будут безопасными. И все мы сможем в них поучаствовать. Все, кто хотят этого. Может, не колонну, конечно, марширующую по главной улице, но хотя бы... Хотя бы такие прогулки по городу с людьми под радужным флагом. Мне хочется видеть вот эти вот прогулки, чтобы там были единомышленники, чтобы люди на улице видели и не уходили с дороги, и на их лицах не было ненависти. И я, конечно, понимаю, что за пять лет такая ситуация скорее маловероятна в России, учитывая настрой, учитывая стигму. Но мне хочется, чтобы радужный флаг и присутствие транс-людей, лесбиянок, геев, бисексуалов на улицах, которые выражаются, показывают себя, чтобы оно воспринималось как минимум позитивно. Вообще, если фантазировать, я, конечно, про это вижу через пять лет. Вот таким мы все собрались, вышли в Россию, я не знаю, Мурманск, Петрозаводск, Москва, Санкт-Петербург. Все приехали красивые, кто в Буа, кто в масках, кто со щитом, кто с флагом. Вышли под музыку. Очень красиво идем. И потом нас разгоняют. Вот, так я его вижу через пять лет, но, по крайней мере, это будет хоть что-то. А пока Happy Pride всем, кто участвует в других прайдах. И круто, что мы можем хотя бы виртуально участвовать в прайдах. И то, что мы можем ездить, приезжать на прайды и видеть, как это происходит у других. Это наше будущее в любом случае. Просто ближнее или дальнее будущее. Скоро это случится или не скоро, но однозначно это случится. Happy Pride! Happy Pride! Happy Pride! Happy Pride! У меня все. Отдельно хочу сказать. Оль, только ты это не вырезай, пожалуйста. Очень хочу пригласить Кончиту Вурст на Барен's Pride. Вдруг там просто люди сейчас сидят какие-то умные будут смотреть нас. Вдруг кто знает подходы. Все. Все. Спасибо.